Привет. Что-то мы с вами все время говорим про код, да код, может быть, там, не знаю, графику, какие-то технологии, а мы, кажется, ни разу не говорили про текст. Странно, да? Что, будешь учить писать тексты? Нет. На самом деле мы с вами пишем тексты каждый день. Наш код — это текст. И от того, насколько эффективно мы этот текст пишем, многое зависит. Ну, то есть можно обучиться десятипальцевому методу, можно найти какую-нибудь удобную клавиатуру или подумать, как настроить свой редактор, например. А можно просто научиться эффективно писать новый код, то есть новый текст, или, например, уметь быстро по нему передвигаться, выделять нужные части, каким-то образом копировать, вставлять и все-все остальное. Я решил сделать маленькую серию, по крайней мере, из пары выпусков, про то, как это эффективно делать. В этом видео я хотел бы поговорить абстрактно про текст, который мы пишем, про код, который мы пишем, если вам так понятнее, как его можно писать наиболее эффективно, какие приемы знаю я, и, может быть, какие-то из них не знаете вы. И давайте вместе попробуем друг другу что-то показать, рассказать. Я это сделаю в видео, а вы, например, в комментариях. И еще важно, что я все примеры сегодня буду показывать в редакторе VS Code на платформе macOS. Я не буду сегодня углубляться в VS Code, просто потому что про VS Code запишу отдельный выпуск, что я там делаю, чтобы работать эффективно и быстро. А какие-то особенности macOS я сегодня, конечно же, озвучу. Ну, с некоторыми отсылками, как это делается на Windows. Я не то чтобы очень много знаю, но кое-что. А если я чего-то не знаю, расскажите в комментариях. Давайте посмотрим. У нас здесь открыт очень простой проект, в котором сверстан сайт подкаста LP. Мы к коду еще вернемся. Давайте сделаем другое кое-что важное. Мы сходим в настройки клавиатуры. System Preferences, клавиатура. И сделаем кое-что очень важное, о чем не догадываются многие. Если вы хотите работать быстро с текстом, вам нужно, чтобы клавиши повторялись быстро. И задержка между повторами была очень короткой. Мне, я уже не помню, кто подсказал это, но я страшно благодарен этому человеку. Это настройки в macOS, что в Windows я, к сожалению, не знаю, я не нашел. У меня есть виртуальная машина, я поискал, там ничего похожего нет. Может быть, плохо искал. Найдете, обязательно уменьшайте задержки, ускоряйте появление новых символов. Потому что эти все настройки обычно рассчитаны на пользователей, которые, ну, может быть, недостаточно опытные. А вы, работая с кодом, работая с текстом, должны быть крайне опытными. И вам нужно двигаться побыстрее. Так что меняйте эту настройку обязательно. Это одна настройка. Но есть еще другая — переключение языков. Не знаю, как вы, но я давно стал использовать для этого CapsLock. Короткое нажатие на CapsLock переключает язык. Это гораздо быстрее, чем Command, Space, Shift, Alt или какие-то горячие клавиши у вас. Почти на всех операционных системах можно настроить CapsLock. И это значительно, значительно ускоряет то, как быстро я переключаю язык. А поскольку у нас русскоязычное здесь сообщество слушает и смотрит эти видео, нам между английским и русским языком переходят и переключаться довольно часто. Это тоже здорово экономит ваше время. Давайте уже посмотрим на какой-нибудь код. И сейчас закроем эту пустую вкладку. О, смотрите, что здесь появилось. Command W. Поглядывайте в правый нижний угол, чтобы смотреть на горячие клавиши, которые я нажимаю. Вот, например, CSS-код. Допустим, я в самом начале файла. Иду по строчке вниз-вниз-вниз, и мне нужно попасть в конец строки. Что я нажимаю? Я нажимаю Command и вправо. Чтобы попасть в начало строки, я нажимаю Command влево. Он попадает в начало отступа, а потом в начало строки. Довольно удобно. Это срабатывает на любом уровне вложенности. Раз, два, три. То есть, действительное начало строки — полезное начало строки. На Windows для того, чтобы попасть в начало и в конец строки, используйте клавиши Home и End. Если они у вас есть на клавиатуре, хорошо. Если нет, наверняка их там можно найти через какие-нибудь модификаторы, либо поищите клавиатуры, на которых они есть. А это довольно полезно. К сожалению, на Windows нет ничего такого совсем близкого, простого, встроенного, чтобы перейти в начало и конец строки. Для этого нужны отдельные клавиши. На Mac, к счастью, комбинация Command и стрелок помогает. Идем дальше. Тут мы нажимали Command лево, Command право, чтобы попасть в начало и конец строки. Чтобы попасть в начало и конец файла, мы нажимаем Command вверх, Command вниз. Это довольно удобно. Иногда вы находитесь где-нибудь в середине и понимаете, что вам нужно наверх или нужно вниз. Ну, или пытаясь оценить размеры файла и горячие клавиши, это, конечно, страшно полезно. На Windows это Control, Home и End. Если у вас Home или End нажимается не одной клавишей, а комбинацией, это будет сложновато. То есть, вам нужно будет зажать Control, потом как-нибудь Fn что-нибудь. И это, ну, да, менее удобно. Хорошо, переходим поглубже. Например, мы находимся в начале какой-нибудь строки, мы туда установили курсор, и нам нужно пройти где-нибудь в серединку строки. И, в принципе, можно делать что? Можно делать вот так. Идти по строке. Это не очень удобно, поэтому возвращаясь к началу строки, зажимаю Alt или Option, точнее, на Mac, и нажимаю вправо. Видите, курсор начинает скакать по отдельным словам. Font, Family, Dean, Condensed, Sans Serif и так далее. Дефисы не считаются словами, пробелы не считаются словами, кавычки не считаются словами, только конкретные слова, соединенные в буквы. Давайте попробуем пройтись по имени класса. Идем в начало. Раз, два, три. Раз, два, три. Почему я отдельно показал про имя класса? Потому что в имени класса есть подчеркивание. А подчеркивание очень часто считается частью слова. Поэтому в настройках редактора можно пойти и добавить подчеркивание в список разделителей. Очень часто в редакторах есть такая настройка. В список разделителей, которые считаются разделителями слов, а не частями слов. Это позволит вам, допустим, навигировать между блоком и элементом, которые разделены подчеркиванием. То есть для вас будет что подчеркивание, что дефис. Это будет разделитель между словами. Так чаще всего и есть. Ну и на Windows, да, тоже все это можно делать. Можно зажимать либо Alt, либо Ctrl и точно так же передвигаться стрелками. И вы будете перемещаться не по буквам, не по отдельным символам, а по словам. Это очень удобно. Поэтому зажимайте, что вам удобнее. Ну, скорее всего, Ctrl, поскольку он является таким привычным местом. Ctrl-Copy, Ctrl-V и Ctrl-стрелки будет проще нажать. К тому же Alt может вызывать фокус на меню в Windows, поэтому действительно, да, Ctrl. Ну и как вы могли догадаться, все то же самое работает с выделением. То есть, допустим, я хочу выделить от начала файла до самого конца. Я нажимаю Command-Shift вниз и выделяю все. Command-Shift вверх и выделяю все вверх. Если я хочу выделить строку и нажимаю Shift вниз в начале строки, ну и аналогично от начала строки в конец строки, Command-Shift вправо, от конца в начало, Command-Shift влево, выделение по одному слову, где-нибудь здесь посмотрим, видите, Alt-Shift вправо и пошел выделять. Это бывает удобно, когда нужно выделить, допустим, быстро слово, вот так вот, и удалить его. К слову об удалении. Аналогичная вещь, которая модифицирует перемещение по символам, работает и с удалением. Давайте посмотрим. Например, мне нужно сходить в семейство и удалить слово Sans. Я нажимаю Alt-Delete и удаляю целиком слово. Еще раз, мне вместо нескольких делитов понадобилось нажать комбинацию, которая выбрала целое слово. Ну, дефис пришлось дополнительно удалить. Это, в принципе, база взаимодействия с текстом. И, что важно, эти вещи не уникальны для редактора кода, тем более не уникальны для VS-кода. То есть я допускаю и даже встречался с приложениями, которые написаны на каких-нибудь экзотических фреймворках, типа Kuti или там Java какая-нибудь, которые не используют нативные системные горячие клавиши, и они могут вести себя странно. Я почти уверен, что наверняка в WebStorm'е что-нибудь есть такое, что не позволяет пользоваться системными горячими клавишами так же гибко и хорошо. Но если это не так, переубедите меня, расскажите об этом в комментариях. Дальше поговорим о спецсимволах. О символах, которые вам приходится набирать с клавиатуры, когда, допустим, у вас не просто кирильцы или латиниц, а какой-нибудь юникод, эмоджи или типа того. В общем, спецсимволы. Их тоже хорошо бы уметь набирать быстро. Давайте сходим в шаблон. Там у нас есть HTML, и часто в HTML нужно вставить какие-нибудь символы. Ну, например, мне нужно вставить еще одну ссылку в виде стрелки. Что я делаю на macOS? Я нажимаю Ctrl-Command-Пробел, и у меня открывается панель с спецсимволами. У меня есть избранные здесь, и у меня здесь в избранных есть стрелки. Я нажимаю два раза на эту стрелку, и она у меня вставляется. Кроме этого, здесь есть множество категорий. Их можно увеличивать, уменьшать, в общем, настроить, что у вас какие-то категории есть. Опять же, стрелки, буллеты, эмоджи, все на свете, множество-множество символов. И, понятно, здесь есть часто используемые символы, эмоджи, и можно дополнительно добавить в избранные. Обратите внимание, что здесь у меня первый символ невидимый в избранном. Это пробел нулевой ширины. Довольно удобно бывает, когда нужно в соцсетях вставить собачка что-то, чтобы это не стало ссылкой. Ну и, опять же, знак ударения, настоящий минус, настоящее умножение, примерно градус и все остальное, что я часто использую, я добавляю в избранное. На Windows тоже есть такая панелька. Если вы часто используете эмоджи на Windows, наверняка вы знаете, это win. Удобное сочетание клавиши, и там, кроме эмоджи, понятное дело, есть еще обычные символы, есть возможность выбирать их из разных категорий, но, к сожалению, нет возможности добавить в избранное. Так что, может быть, есть какой-нибудь софт, который позволит вам это делать удобнее, но, повторюсь, есть встроенная возможность в операционной системе использовать спецсимволы или использовать эмоджи удобно. Вы можете спросить, почему я предлагаю вставлять спецсимволы с помощью юникодных символов. Есть же всякие RAR, LAR и LACWA-RACWA и все вот эти вот NBSP-штуки, которые являются такими псевдонимами юникодных символов. Я объясню. Дело в том, что текст и код, напичканный подобными символами, читается гораздо сложнее. Вам нужно парсить название этого символа, который обычно теряет множество гласных. Там просто какая-то комбинация, вот эта вот манимоника, которая нелегко читается и не всегда легко запоминается. А когда вы вставляете живой юникодный символ, символ умножения, стрелочки, всякие неразрывные пробелы и так далее, это сразу видно. Ну, то есть пробел от неразрывного пробела бывает отличить сложно, но есть всякие настройки и расширения для редакторов, которые позволяют их отличать. К сожалению, я пока не нашел для VS-кода, который это так делает, но мы об этом поговорим отдельно в видео про VS-код. Кроме панели с символами, есть еще очень полезная панель, по крайней мере на Mac и есть, на Windows, к сожалению, не знаю, просто клавиатура. Можно вывести ее здесь, и она позволит вам изучить вашу клавиатуру. То есть, грубо говоря, если я хочу ввести какой-нибудь символ, которого у меня нет на клавиатуре, обычный, аппаратный, я нажимаю разные модификаторы и могу видеть, что он мне предлагает. Обычно можно увеличить количество символов, если зажимать Option, и иногда добавляя к нему Shift. Символы отличаются в зависимости от русской и английской раскладки. Видите, это у меня русская раскладка с Shift, без Shift. Это у меня английская раскладка. С Shift, без Shift. Здесь есть, в общем-то, практически все символы, которые вам нужны, но некоторые нужны больше всего. Ну и последнее, мультикурсор. Я думал включить это в рассказ про VS Code, но подумал, что это вещь, которая не специфична для этого редактора, она есть практически во всех редакторах кода. Используя мультикурсор, вы можете значительно повысить скорость набора кода или его рефакторинга. В общем, давайте посмотрим, как эта штука работает, если вы вдруг не знали. К примеру, мне нужно поменять путь к шрифтам. Я выделяю все линки, нажимаю Command, Alt, I и попадаю в режим мультикурсора. Видите, у меня справа мигают курсоры, и их четыре штуки. Помните наши горячие клавиши? Command влево, я попадаю в начало строки. И теперь, чтобы попасть в адрес шрифта, который предзагружается этой конструкцией, мне нужно пойти вперед. Чтобы пойти вперед побыстрее, я зажимаю Option и иду по словам. Видите? Классно? Теперь я могу написать Assets, поставить слэш, и у меня поменяется путь во всех четырех местах. Обратите внимание, что я передвигался с помощью Option. Это значит, что я могу дойти до конца файла без проблем. Если бы я шел просто курсором, из-за того, что названия шрифтов различаются, я бы не смог прийти в конец файла одновременно всеми четырьмя курсорами. Видите, все побилось. Мне нужно возвращаться в начало, сбрасывать в единую точку и идти дальше уже с помощью Alt. Видите, курсоры периодически скачут. Но, может быть, и другая ситуация. Нам повезло. Имя каждого шрифта состоит из трех слов. Представим, что у нас, допустим, второй шрифт называется просто Din Latin, не Condensed. В итоге, смотрите, Rubik Regular Cyrillic, три слова, а тут Din Latin. Еще раз идем, выделяем все, ставим мультикурсор. И, например, продвигаемся дальше. Видите, идем, идем, идем. Курсор разделился, разделился, и мы снова не можем попасть нормально на WoW 2, потому что, если сейчас начну выделять, в одном месте я выделил с кавычкой, в другом без кавычки. Ну, в общем, курсоры растерялись на один символ, на одно слово. Чтобы с этим справиться, помогает вот что. Вы просто начинаете не сначала, а с конца. У вас в конце-то все одинаково, и вы можете добраться до расширения и, например, приделать к файлу, или, не знаю, поменять шрифты на WoW 1. Просто раз, и здесь тоже раз. То есть, если у вас сначала нет совпадения по длине, по структуре, именование, видите, Latin, Cyrillic, больше не выделились, можно начать с конца. Такой вот лайфхак. Это базовое использование мультикурсора. Есть еще такое, знаете, чуть более ручное, но иногда оно очень здорово помогает. Дело в том, что иногда у нас строки не просто повторяются подряд, а иногда они чередуются или стоят в разных местах, а вам нужно одновременно поменять что-то. Вы можете сами руками расставлять точки входа курсора. Давайте посмотрим. Нажмем Escape, выйдем из режима мультикурсора, и, например, нам нужно поменять в двух местах что-нибудь. Ну, где-нибудь здесь. Например, нам нужно написать что-нибудь к слову Card и к слову Image. Ставим курсор сюда мышкой, зажимаем Option и кликаем еще раз. И, например, у Description тоже. Вот так вот. Видите? Там, куда я кликнул с Option, появляется новый курсор. И я могу это сделать и здесь, и здесь, и здесь. И начать что-нибудь здесь писать одновременно. Это очень удобно. Кто-то может сказать, что быстрый набор текста не сделает ваш код лучше и будет абсолютно прав. Вы можете с огромной скоростью писать абсолютную ерунду. Но, смотрите, есть один нюанс. Думаете вы быстрее, чем пишете код? И если написание кода вас тормозит, вот именно нажатие клавиш и навигация по нему, это в итоге замедляет вас в целом. Вы могли бы сделать больше, если бы вы писали код, форматировали, навигировали бы по нему быстрее. Я прямо жду атаки вимеров, людей, которые навигируют по коду совсем по другим правилам. И тут мне сказать, ребята, абсолютно нечего. Если вам понравилось и вы увлеклись вимом, отлично, у меня не получилось. Но это не мешает мне писать код так же быстро или сравнимо быстро. Не будем разводить холивары. Главное, что то, что сегодня я показал, работает в любом текстовом поле, в любой операционной системе. Это не обязательно должен быть редактор, это не обязательно должен быть специализированный софт. Поэтому, если это сработает для вас в коде, используйте это везде. Но это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым увидят мои патроны. Поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первым, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать чуть ближе, а вам пораньше получать эти видео и, возможно, даже выиграть какую-нибудь клавиатуру, я периодически их разыгрываю среди своих патронов. А так, если вам хватает, посмотрели видео, лайк, дизлайк, комментарий или расскажите мне, как дела на Линуксе. Может быть, я чего-то не понял или не нашел на Windows. Или как вы эффективно пишете текст или код. Давайте обсудим это внизу. А так, до следующего видео. Может быть, расскажу про WS-код, а может быть, что-нибудь еще. До скорого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!